Сколько денег нужно иметь в инвестициях для того, чтобы получать ежемесячный пассивный доход в размере 20 тысяч рублей в 2024 году? Я думаю, эта тема имеет достаточно большой интерес сегодня, потому как часто люди думают о том, что вот хочу сформировать пассивный доход, там 5 тысяч рублей, 10, 15, 20 и так далее. Ну, конечно, чем больше, тем лучше. Вот давайте посмотрим на примере тех инструментов, о которых я сегодня буду говорить, сколько нам денег понадобится для того, чтобы с минимальными усилиями, минимальными временными затратами получать доход в 20 тысяч рублей каждый месяц. Давайте сперва определимся, какие инструменты мы будем использовать для этого конкретного примера. Мне очень нравится инструмент, который сегодня доступен всем и каждому, это накопительный счет. Почему накопительный счет? Ну, во-первых, у нас средства на накопительном счете застрахованы до 1 400 000 рублей в каждом банке России. Во-вторых, ставка по накопительному счету очень привлекательная на данный момент. Сейчас очень много банков, которые предлагают промо-ставку, она имеет ограниченный срок времени. Но вы можете комбинировать различные накопительные счета, например, закинуть деньги в 1 накопительный счет, подождать какое-то время, промо-ставка, промо-акция закончится. И далее мы переходим и переносим свои средства на другой накопительный счет, который тоже имеет промо-ставку. И продолжаем зарабатывать процент, плюс-минус тот, который у нас был до этого. Таким образом можно, используя несколько накопительных счетов, зарабатывать хорошую ставку, очень близкую к ставке ЦБ. 16% годовых это неплохая ставка, даже для фондового рынка. И вот у нас есть возможность, такая замечательная, зарабатывать эти деньги, не вкладывая их в такие высокорисковые инструменты, как, например, акции. Понятное дело, что на акциях можно заработать и больше. Ну, смотрите, вот если взвешивать все риски, которые есть в акциях и доходность, которые акции приносят, и, например, посмотреть во что-то менее доходное, но зато стабильное и застрахованное, то я выбираю второй вариант. И это вариант называется накопительный счет. На примере накопительного счета с процентной ставкой доходности 15% годовых, нам необходимо будет вложить 1 600 000 рублей. Сколько нам удастся заработать с 1 600 000 рублей? Если мы будем держать свои деньги на накопительном счете в течение года, нам удастся заработать 240 000 рублей при ставке 15%. Делим это на 12, и того у нас получается ровно 20 000 рублей. Сразу стоит договориться, что есть накопительные счета с большей ставкой 16-16,5%. Смотрите видеоролик, который я делал не так давно на своем канале в подсказочке, и в правом углу экрана можете перейти посмотреть. Но все не совсем так просто, потому как с недавних пор у нас есть налог на доходы со вкладов и счетов тоже. То есть накопительные счета тоже у нас подпадают под новый закон. Сколько мы будем платить сверх дохода, полученного со вкладов? Как это вообще все считается? Берется ставка центрального банка, сейчас она текущая 16% годовых составляет, умножается на 1 миллион рублей. И мы получаем ту сумму, свыше которой, если мы зарабатываем, то мы должны будем заплатить налоги. Итого у нас получается, что при условии, что ставка центрального банка продержится весь год, мы умножаем эту ставку на 1 миллион рублей, получаем 160 000 рублей в год. Мы можем заработать и ничего с этой суммы не платить. Если же мы зарабатываем больше, то мы будем платить налог на сумму сверх 160 000 рублей. В данном случае у нас получается 240 000 рублей мы заработали и минус наша ставка 160 000 рублей. 80 000 рублей это будет наша налогооблагаемая база. Итого у нас налог получится 10 400 рублей. Этот налог мы вычитаем из нашей общей доходности. И в пересчете на месяц мы уже заработаем не 20 000 рублей ровно, а с учетом налога у нас получится 19 133 рубля. Ну, близко, согласитесь. При условии, если вы разместите тот же капитал 1 600 000 рублей под ставку 16%, то с учетом налога вам удастся зарабатывать 20 293 рубля каждый месяц. А если вы хотите увеличить свой ежемесячный доход, можно воспользоваться кредитными деньгами с помощью кредитной карты Тинькофф Платинум. Я уже делал массу видеороликов по этой кредитке. Она позволяет снимать наличные без комиссии и процентов от 50 000 рублей. Это самая минималка, которая есть. Ну, конечно, если вам такой элемент одобрили. И эти деньги тоже можно брать, и классный накопительный счет, тем самым получать прибавку к вашему доходу. Лично у меня с кредитных денег с Тинькофф Платинум получается заработать около 5000 рублей каждый месяц. Если захотите оформить кредитку, то обязательно смотрите, чтобы в заявке было указано, что вы получаете обязательно бесплатное обслуживание. Думаю, никто не хочет платить дополнительно за использование кредитной карты. Ну и при оформлении до конца февраля, как видите, вы можете получить кэшбэк рублями по кредитной карте, если будете совершать какие-то покупки по ней.